Здравствуйте! Сегодня я расскажу об одной проблеме, из-за которой мне было тяжелее прийти к христианству. Я даже поднял сейчас эту тему в сообществе христиан, в ЖЖ, в Грухристианити. Это действительно большая проблема, которая, уверен, что не только мне мешает понять христианство и принять христианство. То есть подсознательно я как-то чувствовал, что среди верующих людей попадается почему-то очень много очень хороших людей. Наверняка, что что-то в их жизни когда-то изменило их взгляд на многие вещи. Но в то же время, когда я, например, читал о Святой Инквизиции, о крестовых походах, или там о том, как в настоящее время враждуют христиане, какие бывают секты, там еще что-то, еще что-то, я все читал, смотрел из телевизора, и думаю, о, это, ребята, что-то не то, да. Все опять война, все опять какая-то ругань, кровь даже бывает, насилие и прочее такое. Топоры втыкают в спину там, минимум взяли и убили, ну что это такое? Что это за христианство такое? Ну вот. То есть для меня это служило очень большим препятствием к тому, чтобы принять учителя и само учение. То есть вот это недостойное поведение некоторых учеников, которых впоследствии я, конечно, узнал, что их нельзя назвать учениками, потому что Христос никогда ничему подобного не учил. То есть люди выучились, они откуда-то из телевизора, из каких-то своих книжек, не имеющих в Библии никакого отношения, или из каких-то там своих собственных идей, преданий каких-то своих предков, не важно. То есть ко Христовому учению это отношение не имеет. То есть мне пришлось простить всех христиан для того, чтобы добраться до Христа. Это оказалось довольно-таки сложной задачей, потому что в голове существовало очень большое количество стереотипов по отношению к христианству именно после того, как знакомишься с поведением христиан, ну или людей, называющих себя так. Конечно же, после обращения к Богу и после покаяния, после того, когда ты принимаешь, что ты грешен, что ты несовершен, что тебе нужно Божье спасение, хочется найти единомышленников, хочется найти других верующих людей, которые сделали так же, да? И тогда встает вопрос поиска церкви. Здесь вот начинается как раз такой очень большой разброс. То есть есть и церкви, значит, что у нас и там металлические, здесь у нас там харизматические, здесь у нас там православные, здесь какие-то протестантские, здесь адвентистские, еще, 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 еще. И все друг дружку, ну, честно говоря, всячески помосят, да? То есть вот эти вот это делают не так, эти вот это делают не так, эти вот это делают не так, ну и получается, что все делают что-то не так. Когда я читал Библию, то есть мне было очень удивительно и удивительно приятно читать о том, какие существовали самые вот эти вот первые, да, церкви, то есть вот эта Христова церковь, где Христос пастырь, 12 учеников, да, и церковь растет шире. Потом же, то есть в посланиях Павла мы читаем о том, что начали появляться вот эти вот все разногласия, то есть люди начали говорить, я там Кифин, я там Аполлосов, я там Павлов, да, я Христов. И Павел осуждает подобное поведение, говорит, ну как это так, вы разве в Павла крестились, или в Аполлосы, или кто за вас распялся, да, если вы в Христа крестились, значит, вы Христовы, да, а Павел Аполлосы – это лишь служители. Точно так же и сейчас люди говорят, я там баптист, я там православный, я там еще какой-то, ну вы во что крестились? Православие, баптизм, ну в какую из религии? То есть вот это вот религиозное поведение, да, которое не совсем похоже на поведение верных Христововому учению учеников, оно очень сильно отталкивало. Что, собственно, я сделал, к какому выводу я пришел? Я пришел к тому выводу, что идеальной церкви сейчас просто-напросто ее не существует, как и не существует абсолютно идеального носителя Божьего Слова и истины на планете. То есть католики претендуют на то, что вот у нас есть наместник Папа да Римский, но я думаю, что Папа, он все-таки не совсем так, и не в той мере имеет в своем сознании Божье Слово, как это было со Христом. Иначе бы у нас просто был второй Христос сейчас на планете. Хотя Христос, он сказал, что я не приду видимым образом, так что скажу, что вот я здесь или я там, но вот так. То есть Божье Слово, оно придет так, что как небо, да, освещается молнией от одного края до другого края. То есть вот так вот придет второй раз Божье Слово на землю. И в этот момент людям просто-напросто все станет ясно и понятно, и всем будет видно, кто где, собственно, облажался. Все тайно станет явным, рано или поздно мы все все узнаем, но сейчас мы живем верой. Если бы у нас в каком-то была бы истина, если бы у нас была какая-то абсолютно стопроцентная церковь, то зачем нам вера? Вот видим у нас все как бы это, четко ходим там, куда нужно, делаем то, что нам говорят, и как бы все. Однако праведной верой будет жить, да, то есть вера, это послание евреям, 11 глава, 1 стих, четко, совершенно учат, что вера, есть уверенность в осуществлении невидимого, ничего того, что мы видим, того, чего мы не видим. Иисус сказал, что блажен тот, кто не видел меня, но верует, да. Это был его ответ Фоме, если вы помните этот сюжет. То есть мы не видим сейчас настоящей церкви, мы не видим сейчас настоящего Учителя. Все, что у нас есть, у нас есть Божие обещания, именно веруя в это Божие обещание мы можем жить. И именно веруя в это Божие обещание и живя так, мы получаем от Бога правильность и прощение. Когда мы молимся нашему Небесному Отцу, и мы говорим, Отец наш Небесный, прости, пожалуйста, прегрешение других людей, как и наше прегрешение, как и мы прощаем прегрешение других людей. То есть мы должны ожидать от других людей, что они будут все делать правильно. Они не будут делать все делать правильно. Вот вы понимаете, как приходят в церковь и ожидаем, что там все будут вести себя как Христос, а они ведут себя, извиняюсь за выражение, как совершенно кто-то другой. То есть что мы должны при этом сделать? Предать Ханафим? Сказать, что какие-то там нет? Нет. Если мы чувствуем себя служителем, если мы чувствуем себя в духе, если мы чувствуем, что мы что-то знаем, что мы можем что-то донести, значит, нам нужно в этой церкви, где находятся больные люди, не здоровые, а больные, то есть там служить, там помогать на общее благо. А как это делать? Ну, собственно, у нас одно-единственное оружие против всех кознений сатаны – это Божье Слово. Слово Божие, что и есть, собственно говоря, Иисус Христос. Это Божье Слово. Евангелие Коанна 1, 2, 1 стих. Доносить до людей Библию те истины, которые там записаны. В духе кротости наставляет, да, как это научит Библия. Страдать за грехи других – это обязательно нужно. Почему? Потому что если вы говорите человеку правду, которая не совпадает с его собственным мнением, у человека начинается, говоря, такой когнитивный диссонанс, да, в психологии есть такой термин. Когда у него вот эта вот его конструкция, защищенная, да, какой-то вот его такой домик, она начинает шататься, да, то есть в ней происходит что-то такое непонятное. Вот и ему приходится либо принимать эту истину, либо отвергать того, кто ему ее несет. То есть люди всегда делятся на два типа. Первые – верующие, которые принимают Божество, и другие – которые – сны противления, да, в Библии названы. То есть те, которым эта истина не нужна. То есть они как-то столько сталкиваются, они слышат, Бог сказал, ага, там не кради, да. Но они крадут. То есть им либо принять нужно это и перестать красить, либо послать этого проповедника куда подальше. То есть люди посылают куда подальше. То же самое там относительно, например, развода, да, то есть если Библию учат о том, что разводиться надо, а христианин не хочет жить своей женой, он хочет другую жену, понимаете? Ну что поделать тут? Ну такая вот прелюбодейная натура. Хочется жить без проблем, чтобы все вокруг него было хорошо и все прочее. Ну то есть царствовать фактически в мире хочется здесь, в этом. И служить на благо коровы. То есть это ему начинает концепция «не нравится». Он начинает толковать, как-то там по-словим Библию, пытаться там еще что-то там придумать. Ну всячески так, знаете, московный устроен, он всегда пытается подогнать истину под какие-то свои понятия. То есть этим страдают все, включая меня. То есть я не строю здесь иллюзии никаких. Ну хорошо, на этом мы сегодня закончим. Это была одна из причин. Я еще больше буду рассказывать о том, что мне мешало и мешает до сих пор. Спасибо.